В Ульяновской области открыли памятный мемориал сотрудникам спецподразделений СОБР и ОМОН Росгвардии нашего региона, погибшим при исполнении служебного долга. Право открыть мемориал предоставили матери одного из погибших Ольги Переслегиной. 16 лет будет скоро, как погиб Сережка в возрасте 24 года. Но поддержка от вас всегда есть. И сегодня на этом мероприятии я хочу сказать, что спасибо вам за это. Спасибо за то, что мы, родственники погибших, продолжаем жить, творить, улыбаться, петь даже благодаря вам. В открытии памятного мемориала принял участие губернатор Алексей Русских. Глава региона вспомнил имена, склонивших голову во имя служебного долга. Это Олег Колесов, Александр Макаров, Дмитрий Милюдин, Сергей Переслегин, Эльвир Якупов. Их судьбы – высочайшие примеры мужества, героизма, воинской чести и доблести, выполнения долга перед Отечеством. Присутствующие сегодня здесь росгвардейцы – настоящее боевое братство. В этом зале родители наших героев. Знаю, что никакие слова не помогут восполнить всю горечь и глубину вашей утраты. Хочу поблагодарить вас за то, что вы воспитали настоящих героев. Начальник управления Росгвардии Пульяновской области, полковник полиции Игорь Абашкин, подчеркнул, что открытие мемориала стало значимым событием. Удалось отдать долг памяти погибшим боевым товарищам. Это мероприятие приобретает особый смысл в канун государственного праздника Дня Конституции Российской Федерации. В этот день хочу сказать славу благодарности родителям наших ребят за то, что они воспитали истинных защитников, верных долгу присяге и родине. По словам матери погибшего Сергея Переслегина, росгвардейцы – это особые люди, которые помогают семьям павших героев справиться с трагедией и достойно ее пережить. Мы очень тесно с ними дружим. Они у меня всегда в гостях. Вы, наверное, знаете, всегда чашка чая на столе, всегда любая помощь, любой мой звонок не обходится без их помощи. Глава региона и приглашенные лица торжественно возложили цветы к памятному мемориалу и почтили память погибших бойцов отряда спецподразделений минутой молчания.